В имя Отца и Сына и Святаго Духа Приплыли апостолы и Господь в страну Гадыринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Господь на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени. И в одежду не одевавшийся, голый совершенно ходил, и живший не в доме, а в гробах. Гробы устраивались так, в таком ракушечнике или в мягком известняке вырубали пещеру, туда усопшего клали на такое возвышение и закрывали камнем. И Господь был в таком же гробу, который, пожертвовав для этой цели, Иосиф Алимафейский был похоронен. Когда апостолы пришли, сначала Мария и Магдалина увидели камень от Вален, от гроба. Тяжелый, обычный камень, так примерно, килограмм 400-500 он весь. Вот так вот накатывали. Такая была форма погребения. Вот, и он жил в таких гробах. Потому что со временем эти могилы ветшали, камни разрушались. Вот, родственники тоже, бывает, помирают. Ну, точно как у нас. Но у нас еще есть кладбищенская мафия. То есть они так смотрят, за могилами не ухаживают. Они срывают, а место продают следующему. Потом приходят родственники, не могут найти. Родственникам там показывают всякие бумажки. И все, нет, нет, нет. И поэтому, если мы хотим, чтобы могила сохранялась, мы должны ухаживать. И вот, почему он был раздет. Потому что любое объяснение, оно делает человека похожим на животное. Ну, например, есть такие люди, которые не могут удержать свой гнев и свой язык. Это такая форма беснования тоже. И поэтому они все время, как собаки, на всех набрасываются. А это настолько озверел, что уже и одежда была ему нужна. Все равно балл на себе. Совершенно неуправляемый человек. Каждый из взрослых, он обычно. Весь, вот сейчас я стою сверху, над нами вьются сотни бесов. У каждого человека они есть. Но форма овладения бесом души человека, она разная. Вот у этого мужчины была крайняя форма. Они бывают разные. Даже вот медицинские. Бывает первая стадия алкоголизма, бывает вторая, бывает третья, и бывает четвертая. Разная форма, разные симптомы, а уже в конце человек полностью теряет личность свою. Он совершенно не похож. Только, ну, чисто внешне. Хотя и физиономия меняется, вот, а уж о том, что он говорит, или что-то пытается все объяснять, интеллект снижается там в разы. И совершенно перед нами другой человек. И там синяками, свет лица, походка, все меняется. Вот уже бесы завладели, вернее, без пьянства полностью человека захватил, а потом разрушил. А потом уже белая горячка, делирий, и чаще всего заканчивается еще и самоубийством. Потому что бес, для него самое большое удовольствие, это ввести человека в такое отчаяние, чтобы он покончил с собой. Потому что из этого состояния выхода нет. Даже человека, который умер в пьяном виде, его даже не отпевают. Но в этом смысла нет. Отпевай, не отпевай. Это как в мертвом припарке. Он ничего уже, его душа не почувствует, она совершенно убита. Перед нами тело, изуродованное алкоголем, а душа совершенно переродилась в такое, в животное состояние. Древние греки, которые вино пили только разбавленной водой, они говорят, пьянство – это добровольное безумие. Ну, человек становится сначала дураком, а потом дурак дураком. А самому кажется себе очень важным, очень остроумным, очень таким привлекательным для дам и так далее. То есть полное очумение. Все от него шарахаются, а ему кажется, что он вообще такой очаровашка. По учениям такого замечательного нашего одного из лучших святых отцов Игнатия по фамилии Бринчанинова, он такой был инженер, хорошее образование техническое получил, математику хорошо знал. И поэтому все его писания, они такие математически точные. Очень его интересно читать. Он прочел всех святых отцов, которые были ему доступны. И очень явился. Он говорит, вообще-то бесноватые все люди. Ну, что так и есть. Вот готов засвидетельствовать, что часто на исповеди люди говорят, я ничего не могу с собой сделать. А у него воля отнята. Он не может ни гневаться, ни промолчать. Или вот наши все однодетные женщины, они, когда человек что-то делает, ну, как им кажется, не так. Например, забыл приложиться к кресту и Евангелию. Бросаются прям. Спрашиваю иногда. А где твой сын? А он в церковь не ходит. Так ты бы его учила. Единственное. То у самой сына не ходит, а других взрослых людей начинают учить. Кто тебя поставил учителем здесь? Совершенно непонятно. А тоже форма беснования. Желание показать, что ты что-то знаешь. А что тут что-то? Разве от того, что человек приложится к кресту и Евангелии, что-нибудь меняется? В голове, в сердце? Ничего. А то, что набрасываешь, начинаешь кого-то учить, что он свечку вверх ногами поставил, а где у нее ноги? И за большие деньги человек не покажет ноги где. Ну, вот это такое чистое безумие. И вот это безумие – следствие бесовской работы. Что один непрестанно учит, другой непрестанно делает замечания, третий все время осуждает. Четвертому вообще все не так. Холодно – плохо. Дождик – тепло. Опять плохо. Все плохо. Муж плохой. Ну, сама же выбрала, пошла. Опять не так. Жена – плохая. Мать – плохая, старая. Со всякими глупостями пристает. Ну, ты не слыхал, что стар, что млад. Ну, осталось потерпеть несколько лет. Похоронишь – и все. Ну, потерпи, чуть-чуть потерпи. Бесы не дают. Поэтому некоторые бесноватые, они считают себя всегда правыми. Некоторые бесноватые не могут свою речь вообще остановить. В любой речи, особенно вот на исповеди, человек много говорит лишних слов. «Согрешаю делом, словом, помышлениями, объединением, пьянцем, тайноидением, празднословием». Да я наизусть. Семинарий это знаю. Это в экзамен входило. Чего одно и то же повторять. И вот, а что? Я, говорит, каюсь. Ну и что, завтра уже не будешь празднословить? Нет, завтра уже самое будет. Так многие говорят. И я опять же готов. Если бы я записки с исповедями оставлял, а потом сравнил там две за год, они одинаковые, идентичные. Порядок слов может меняться. А там все то же самое. Потому что бес не оставляет. Ни один бес он не оставляет. И вот этот эпизод, который описывает нам Евангелие Лука, он для нас, для всех бесноватых, он очень важен. А не даром Евангелие Лука его в своем Евангелии так подробно описал. Этот человек бесноватый, увидев Иисуса, вскричал. А почему вскричал? Потому что любой бесноватый, приблизившись к Богу, он вскричит. Потому что Бог есть огонь поедающий. Его благодать, которая была во Христе, она его жгла. Давайте кочергу нагреем и к спине. Любой из вас закричит. И вот он закричал. Пал перед ним и громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня. Вот потому что благодать Божия не давала ему бесам, которые в нем сидела, делать то, что они хотят делать. А он от этого, так как он к ним привык, они свили у него в сердце гнездо, там им было тепло, и уютно. Они постепенно его двигали, превращали в животное. и потом к самоубийству. И он умоля, чтобы Христос его не мучил. Вы думаете, почему большинство людей не ходят в церковь? Ну, потому что им здесь мучение. Некоторые, которые веруют в душе, ну, максимум, что они могут свечку поставить и сразу убежать. Они даже открыть Священное Писание не могут. Некоторые не могут себя заставить там попаститься. Ему для этого нужно, чтобы было несварение желудка, и он там неделю не поел. Это, когда что-то заболит, затрещит в организм, он согласен, что это мое мясо. А в мясе там содержится мое сердце, а в сердце бесы. Мне надо с ними как-то налаживать. И вот в некоторых религиях налаживаются, нам по телевизору все это показывают, как вот шаманы в бубны бьют. Они кому это все воскуривают? Бесам. Это называется поддержкой национальных культур. Любая бесовщина, либо в форме рок-музыки, либо в форме ток-шоу. Посмотрите, как люди разговаривают. Эта сторона гавкает, и это ничего не слышно, понять ничего нельзя, даже тему рвут друг друга на части. И это часами. А другие участвуют в этом. Одни сидят, ну там за тысячу рублей в зале, а другие смотрят. Как интересно. это называется дискуссия. Некоторые даже настолько распаляются темпераментно, особенно с юга, с Украины, прямо дерутся. А что это такое? Человек разумный, гомо сайпиес, и он дерется, потому что он бесноватый. А дети? И дети бесноватые. вот маленький ребеночек там в храме. Его что, кто бьет? Или ему булавка от шарфа вонзилась в шею? Вот что он орет? Он беснуется. Он то, что слышит дома, как беснуются родители, бабушка с дедушкой, как беснуется телеящик, как люди, которые в нем беснуются. Он думает, это и есть жизнь человеческая. А это жизнь бесовская. И ребенок, смотришь, полтора года он еще не говорит, но уже беснуется. А дальше больше. Потом мама вырастает, откуда в нем это? Такая матершина, и почему в отношении мамы? А почему такая злоба на папу? А потому что бес заставляет его делать то, что другие бесноватые мальчики исполняют, а родители препятствуют, и для него это мучение. Поэтому он начинает орать, хамить, уходить из дома и так далее. А родители говорят, переходный возраст. Да он давно уже произошел. От Ангельского, когда он был еще грудной младенец, в беснование, совершенно другая парадигма. И люди, вместо того, чтобы жить счастливо, в добре, в любви, они живут в сумасшедшем доме, где все регулируют бесы. Из-за этого войны, из-за этого милиция превышает армию по личному составу, не хватает, еще Росгвардию, и так везде. И люди идут куда-то там, их бьют резиновыми дубинками, стреляют резиновыми пулями, травят слезоточивым газом. Машины переворачивают, бьют окна витрин, если вечер обворовывают, покрышки жгут, а почему такая форма покрышки жечь? Но в аду-то пламя, это все наше, родное, бесовское. И смотришь, что-то пенсионеров там нету, ну, если уж кому заплатили, то идут. А молодежь-то сколько-то, а потому что уже с молоду, когда человек уже готов и наркоманом стать, и матершинником, и вором, как я с одним парнем говорю, а все равно когда-нибудь сидеть. Ну, сейчас ему, когда исполнилось 30 лет, он уже умер от всяких излишеств. И в тюрьме посидел. То есть все прожил хорошую, счастливую жизнь. Всю полную в бесновании. Что же сделал Господь? Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его, ну, без этого человека. Так что его связывали цепями и узами оберегали его, связывали цепями, чтобы он не принес себе никакого вреда. Либо какие-то бывшие друзья были, либо родственники. Вот таким образом. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Бесы, чтобы его сохранить от этих цепей, гнали в пустынные места, и он пока уже не оголодал там, не возвращался к своим гробам. Иисус, обращаясь к бесу, а попробуй Бога не послушать, как говорит тебе имя? А он говорит легион. Я сейчас забыл, сколько в легионе вообще солдат, ну, по-моему десять тысяч. Можете представить, в одном человеке десять тысяч бесов. Поэтому он и в таком состоянии был. Потому что много бесов вышло из него. И бесы, бесы уже, обычно бес, он маскируется. Например, некоторые говорят, у меня такой характер. И тут же своему характеру находят объяснение. Я, вспыльчивый. могу прям что угодно сделать, его ударить, и посуду начать бить, но отходчивый. То есть бес немножко поиграет, потом отойдет. Почему отходчивый? Потому что бес отходчивый. Потому что ему это важно, чтобы человек продолжал. Считал себя хорошим, потому что он отходчивый. Не потому что он не умеет себя вести, а потому что он бесноватый. Ну вот нашел такое оправдание. И каждый. Я вообще сам по себе не злой. Вот я добрый. Ну вот вспыльчивый. А что в тебе вспыхивает-то? Огонь дьявольский. Этот вспышка-то из преисподней. но Игнатия Бринчанинова конечно не читают люди. Большинство это вообще недоступное чтение. Вот все по уму, по образованию. А современный русский человек кроме вывесок не читает. Не может. Он даже газету не может прочесть. Ну кроме заголовков. А когда он прочт заметочку, то увидит, что она не соответствует заголовку. То есть заголовки одно, а это другое. И у него вообще как теперь молодежь говорит, крыша едет. Куда? Он совсем съезжает. И там вместо гречного каши образуется просто пустота. И дальше. Просили Иисуса, чтобы не повелел идти в бездну. Тут на горе послось большое стадо свиней. И бесы просили, чтобы позволил им войти в них, в свиней. Загадка. Обчу в свиней. Вот. Но Господь решил это использовать как замечательный такой педагогический прием. Представьте себе вот сегодня в воскресный день по всем православным церквам нашим русским, начиная от Канады и заканчивая Японии по всему земному шару, говорится об этих свиньях. И это происходит уже две тысячи лет с лишним. Еще со времен тех, когда церковь только была создана. Значит, это очень такое важное событие, раз попало в Священное Писание. Почему бесы попросились? Ну, во-первых, современная медицина знает, что свинья наиболее близкая млекопитающая человека. И даже делают сейчас эксперименты, чтобы в свиньях выращивать органы, которые можно использовать для пересадки человека. Ну, в ожоговых центрах давно кожу свиней используют для делания заплаток на сгоревшей кожи человека, а потом уже кожа человека подрастает и лоскут этот меняется. Так что может быть поэтому. Ну и потом человек недаром, когда его поведение становится бесноватым, говорит, ну ты ведешь себя как свинья. И ешь как свинья, и чавкаешь как свинья, и за столом сидишь как свинья, и вообще так поглощен пищей, что и на других не смотришь. И всегда берешь себе самый большой и самый вкусный кусок, и все. И весь ты уже настолько поглощен этой едой, что голову не можешь оторвать, и все у тебя и течет. А если ты еще выпил, ну это вообще, так и говорят, поросенок. Он уже и в луже лежит, и в общем беснование полное. И Господь, видимо, решил, что да, раз то так сродни, дал им эту возможность, а они что? Ну а что они могут сделать? Свиньи бросились с крутизны в море. То есть Господь показывает, что беснование даже у животных, оно заканчивает самоубийством. И вот этот пример на все времена всем народам. Так что это для нас такой пример, который Господь использует для того, чтобы нас как-то исцелить. Потонули все свиньи, пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вот от них от слух пошел и дошел до нас. до Москвы и вышли видеть происшедшее, но это потому что необыкновенное было зрелище, все свиньи утонули. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, одетого, уже где-то одежды ему нашли, в здравом уме и ужаснулись. И очень часто, вот, когда человек и пил, и курил, и орал, и дрался, а потом стал в церковь входить, говорит, с ума сошел, потому что ну непривычно. Лежит пьяный или школьник десятилетний ругается матом, ну это привычно. А когда мальчик воспитан, когда юноша даме пальто подает, когда он на автобусной остановке защищает от пьяницы, это непривычно. Или, например, когда кто занял день до пятого числа и отдает. Так непривычно, вдруг долг и отдал. А одна раба Божия тут мне сказала, батюшка, не можете мне дать займу большую сумму денег? Я какую? Она говорит, мне нужно 300 тысяч. Я говорю, а на что тебе? Она говорит, хочу хорошую свадьбу дочери сыграть. Я говорю, а почему? Когда у меня была свадьба, мой отец сказал, это у нас не свадьба, а прием. У нас была куриная лапша и на второе котлеты с макаронами. Все. Потом я взял такси, жену туда отнес, и мы поехали в ту квартиру, которую сняли до свадьбы. А почему ей? Ну, она хочет внушает. Но это тоже беснование. Потому что тратить деньги, которых у тебя нет, потому что я хочу, и вообще это хочу, откуда в человеке такие странные желания? На чужие деньги дочери, а потом где же ты отдашь-то, если ее сейчас нету, откуда ты возьмешь? не думай хочу. Это бес внушает. А почему? А если она, допустим, я бы ей дал, она бы их истратила, а потом перестала бы в церковь сказать, просто стесняется, долг не может отдать. Вот и бес доволен, вот сыграли свадебку. Ну, и так далее. Да никогда в жизни на свадьбу да не рубля. Каждый мне патриарх Алексей, когда я у него просил там кое-чего он мне написал, надо приход устраивать посредством. Вот есть возможность строим храм, есть возможность открываем детский дом. Когда возможность перестала, из три детских дома опять сделали два. Все делать по тому, что реально, а не так свои проблемы перекладывать на других. Но это не по-христиански. Голодного ну, конечно, корми, это по-христиански. Но ему поддержанный Роллс-Ройс покупать, это как бы ни к чему. Как у одного парня мой приятель спросил, ну, а зачем тебе Chrysler? Это такая дорогая, большая американская машина. Он говорит, ну, так летом покататься. Ну, будьте семь детей, ну, это понятно, ездить на дачу. Это еще мой. А так просто покататься. Тоже беснование. И жадность, и зависть. Ну, любой человек, если он в здравом уме, он понимает, что какой бы ты богатый ни был, а если ты просто на работе не каким-то бизнесом занимаешься, или воровством, как сейчас модно, то-то никогда больших денег не заработаешь. Или там воин. И он должен либо со склада воровать, либо взятки брать, либо довольствоваться жалованием, как в писании написано. А все остальное беснование, которое приводит сначала в тюрьме, потом к отчаянию, потом к самоубийству. И дальше заканчивается тем, что этот человек пошел и стал по благословению Христову, он стал совершенно нормальным, бесы все вышли, служить Богу, проповедовать Евангелие, рассказывать об этом случае. А потом уже апостолу спустя несколько десятков лет описали это. И это вошло в канон Священного Писания. Вот настолько это важно нам понимать, что когда мы раздражены или мы находимся в обиде или еще что-то, или кому-то мешаем, например, наш телефон, он звонит, а мы ищем его в сумке. хотя надо это сделать было до того, как поехал в храм. Но если человек не думает о людях, значит, он бесноват. Потому что христианство, это даже когда за столом ты должен думать, локти не ставить на стол, чтобы громко не разговаривать, чтобы никому не мешать. Потому что человек, христианин, он должен думать о людях, потому что это проявление любви. И мы вместо того, чтобы оправдывать себя, свои поступки, должны исправлять себя. Тогда будем настоящие христиане. И вот к этому надо стремиться, и этому и учит нас Священное Писание. Благословение Господне на вас, такой благодатью человеку любит, всегда он не признан. И во веки веков поздравляю всех с праздником причастников с принятием святых христовых тайн. И в заключении, когда мы причащаемся, мы соединяемся и душой, и телом, и духом со Христом. А почему не происходит изменения в нас? Ну, лучше сказать точнее, с очень небольшим числом людей, ходящих в храм, в частности, с детьми, не происходит никакого изменения. А потому, что этого недостаточно. Потому, что та благодать, которую мы получаем, а выше этой благодати нет ничего ни на небе, ни на земле. у некоторых из нас не только когда мы доходим до двери храма, а еще только идем святые дары запивать теплотой. Уже сейчас мы все растеряли. Через свои мысли, через того, что мы кого-то не так глянули недоброжелательно и так далее, и так далее. Что-то нам не понравилось, вспомнил какую-то обиду. Вот человек идет после причастия. Чуть он вдруг обиду вспомнил. Это ему бес напоминает, чтобы он был обижен. А Господь говорит, если удали вправую, подставь другую. Вот так к обиде надо относиться. Вот. Поэтому то, что мы получили сейчас, это залог того, что мы можем исправиться. Только надо, чтобы это изгнало из нас бесовскую силу, как из того бесноватого. Вот. Для этого мы должны очень внимательно за собой следить. Сначала за поступками, потом за речью, потом за мыслями, а потом и за чувствами. Чтобы даже чувств не было навеянными дьяволом. Всего доброго. Спаси Господь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Боже!